МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь прибыла. В Талдыкурган доставили гуманитарный груз от Всемирной организации здравоохранения и из Российской Федерации. Газуем. Более 12 тысяч абонентов в Талдыкургане подключены к голубому топливу. Берегись огня. 18 крупных лесных пожаров произошло на территории Алматинской области с начала текущего года. Более 12 тысяч абонентов в Талдыкургане подключены к голубому топливу. На очереди еще 5 тысяч. Газовых дом поступит уже до конца этого года. Как идет деятельность в этом направлении в условиях пандемии, смотрите в следующем сюжете. Семья Герасименко только подключилась к природному газу. Больше не придется готовить дрова на зиму, завозить уголь и выносить залу. Делится эмоциями 73-летний Талдыкурганец. Газ, конечно, большой подспорье. Очень большой. По сравнению с печкой. Таскать ведра по 10 килограмм, более после трех операций на сердце, достаточно тяжело. Решили с супругой, подкопили денежки. Денег ушло порядка 400-420 тысяч. Но в нашем возрасте лучше думать о здоровье, а не о деньгах. С момента заявки до подачи газа в дом прошло всего 18 дней. Все работы газовики проводили строго согласно санитарным нормам. Отметим, заявка на подключение подается либо через электронную почту, или мессенджеры WhatsApp и Telegram. По словам специалистов, на сегодня Талдыкурган газифицирован на 30%. Планируется подключение близлежащих поселков к городу Талдыкурган. Это, как вы знаете, Еркен, Антымак, Ембек, а также 18-й и 19-й пусковые комплексы. Согласно постановлению главного санитарного врача, переведены на дистанционную работу порядка 80% сотрудников. Стоит отметить, чтобы подключить газ, необходимо внести 30% от всей суммы. Остальную часть можно оформить в рассрочку на 6 месяцев. По подсчетам специалистов, расходов на голубое топливо меньше на 42%, чем на твердое топливо. Всего по Талдыкургану насчитывается 55 тысяч абонентов. Ответственные лица намерены в течение нескольких лет газифицировать весь областной центр. В период пандемии тысячи людей, работавших в бизнес-структурах, оказались без работы. Именно сейчас хорошей альтернативой для населения стали государственные программы «Дорожная карта бизнеса» и Ембек. На сегодня в одном только Ильисском районе трудоустроены более 1 тысячи человек. Кроме того, программы предлагают получить дополнительные знания, навыки и кредиты с низкой процентной ставкой. Два года молодой специалист Самархан Асхар не мог трудоустроиться. Везде требуется опыт работы. Листая сайты работодатели, узнал о возможности трудоустройства через центр занятости. Пройдя молодежную практику, продолжил работу в государственной структуре. Меня отправили в отдел предпринимательства района. Там в течение 6 месяцев я прошел практику. Там я старался показать свои знания и умение держаться в обществе, работать в коллективе. После меня уже трудоустроили в центр занятости. Сейчас я сам работаю с выпускниками учебных заведений, которые ищут работу. Молодежная практика – это возможность трудоустроиться. Приходите. Жительница села Басирке Виктория Швец госпрограмма помогла превратить хобби в доходный бизнес. Ее любовь к шитью стала и собственным делом. В 2019 году я обратилась в центр занятости Лийского района, чтобы пройти курсы трехмесячные по специальности швея. Дальше мне предложили сотрудники центра занятости поучаствовать в конкурсе и получить безвозмездный грант. Я воспользовалась данной ситуацией, получила грант, открыла у себя дома швейный цех, купила оборудование на эти деньги, швейные машинки, материал для шитья. Теперь работаю дома. Воспользовался программой Иерки Булан Кожанов. Расширил имеющийся бизнес. Сейчас у парня два специализированных фитнес-зала, где более 350 человек совершенствуют свою физическую форму и укрепляют здоровье. Прежде чем получить средства, я обучился по программе «Бастау бизнес». После окончания мне предоставили сертификат, который позволил получить 20 миллионов тенге по низкопроцентной ставке. Купил хорошее оборудование для зала. Сейчас пока простаиваем. Дали отсрочку. После карантина приступим к работе. Клиенты ждут с нетерпением. Мы должны привлечь в активные меры содействия и занятости 1924 человек. На сегодняшний день по итогам первого полугода 2020 года мы привлекли 1124 человека, что составляет 58% от общего плана. Учитывая пандемию, необходимость дистанцирования, соискатели могут воспользоваться электронной биржей труда, где вакансии разместили свыше 60 организаций района и уже более 140 безработных оставили в своей резюме. Гульназ Мустафан, Адир Хамзин, телеканал ЖАТСУ, Ильийский район. К другим темам. 18 крупных лесных пожаров произошло на территории Алматинской области с начала текущего года. Общая площадь возгорания 600 гектаров. Ущерб исчисляется миллионами. Но главное, природе нанесен непоправимый урон. Во избежание дальнейшего роста пожаров сотрудники департамента по ЧАЭС проводят целый ряд действенных мер. О них и расскажет мой коллега Дамир Анитов. Летний период – один из самых сложных для спасателей региона. Помимо несчастных случаев на воде, в разы увеличивается количество лесных и степных пожаров. В начало года уже зарегистрировано свыше 500 фактов возгорания сухостоя. Немалая часть из них приходится на населенные пункты. Причины пожара – до нельзя банальные. Детская шалость и безответственность отдыхающих на природе. С начала пожароопасного периода создано у нас 126 совместных мобильных групп и числа работников подразделения департамента, местных полицейской службы и работников учреждений по охране лесов, которыми проведено более 440 рейдов, мероприятий по ограничению пребывания физических и юридических лиц и въезд транспортных средств на территорию Государственного лесного фонда Алматинской области. Данная работа продолжается. За данный период к административной ответственности в виде штрафа привлечено 33 физических лица на сумму более 200 тысяч нге. Проведено 7 брифингов и пресс-конференций. В соцсетях размещено более 103 материалов. На официальных сайтах издания размещены ролики по профилактике лесных и степных пожаров. Для предотвращения пожаров спасатели региона запланировали целый ряд действенных мероприятий. Рейды, разъяснения в СМИ, конное патрулирование. И надо отметить, профилактическая работа дает свои плоды. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество лесных и степных пожаров уменьшилось на 200 фактов. На территории Алматинской области расположено 5 пожарных поездов от Казахстана-Темыржолы и 2 авиаотделения «Отказ лесоавиоохраны», которые круглосуточно осуществляют дежурство и патрулированы на территории Алматинской области. С ними у нас налажено взаимоотношение. Все это создано для обнаружения лесных и степных пожаров на ранней стадии возникновения пожара, что приводит к оперативным действиям и уменьшению малой площади загорания степей. Стоит отметить, нововведением в борьбе с участившимися степными пожарами стало зондирование территории через спутник. При возгорании участка на экранах у спасателей мигает красная точка. Узнав точное местоположение, спасатели могут экстренно прибыть на место и ликвидировать возгорание, не дав пожару разгуляться. Все эти меры, несомненно, помогут сократить количество пожаров, уверены в штабе ДЧС Алматинской области. Станция скорой помощи Алматинской области переехала в новое здание. Теперь у дежурных служб есть комфортабельные помещения для каждого отдела. Полностью обновлена материально-техническая база, а к концу года местные власти закупят еще 100 автомобилей. На сегодняшний день все сотрудники укомплектованы средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Отметим, в день на пульт дежурной скорой помощи поступает около 4000 звонков. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Где ранее мы располагались, здание было некомфортабельным, неудобным для наших работников. В этом диспетчерском отделе у нас есть отдельные комнаты, где располагаются диспетчера по приему вызовов, диспетчера-эвакуаторы отдельно. Есть комнаты отдыха и все гигиенические условия сохранены. Мировая поддержка. Более 10 тонн гуманитарной помощи прибыло в Талдыкурган. От правителей мы выступили Всемирная организация здравоохранения и правительство Российской Федерации. Товар со средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами доставили на склад Алматинской областной больницы. Ход выгрузки проконтролировала специальная мониторинговая группа, созданная региональной антикоррупционной службой. Борцы с коррупцией также проверили, как проводится работа по доставке лекарств в медицинские учреждения области. Одной из главных задач мониторинговой группы является обеспечение бесперебойной доставки лекарственных средств в медицинские организации области. Потому специалисты ежедневно следят за работой поставщиков. Так, по словам сотрудников склада СК «Формация», поставки производятся без задержек. «Дефицита препаратов тоже нет», — заявляют они. Всего на складе имеется более ста наименований лекарств. Так как у нас транзитный склад, лекарственные препараты не задерживаются. В течение двух-трех дней после прибытия отправляются в районы. Мы обеспечиваем 10 районов и городов. Обслуживаем 25 больниц области. Доставляем не только в государственные, но и частные учреждения. В среднем в неделю к нам приезжают три больших груза. Каждый может доставить более 20 тонн лекарственных средств. В связи с непростой ситуацией, всевозможную помощь Казахстану оказывают дружеские государства и международные организации. Так, в Талдукруган доставили гуманитарный груз из России и от Всемирной организации здравоохранения. Средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты доставили на склад Алматинской областной больницы. Ход выгрузки проконтролировала специальная мониторинговая группа. Общий вес гуманитарной помощи составил более 10 тонн. Получаются защитные щитки для лица 25 тысяч, защитные очки для медиками 3600, медицинские халаты у нас 6700 прибыло, маски медицинские, хирургические 18 тысяч и респираторные маски маркой КН-95 51 тысяч. Это у нас они поступили с Всемирной организации здравоохранения, а также у нас еще поступили средства из Российской Федерации. Там тоже у нас имеются защитные средства и лекарства, которые предназначены именно для противовирусных, коронавирусных, называется, в количестве 230 штук. Весь прибывший груз распределят среди медицинских организаций области. Распространению и продаже гуманитарная помощь не подлежит, говорят сотрудники региональной антикоррупционной службы. Он передается в медорганизации. При этом коробки и упаковки всех средств помечены несмываемой печатью во избежание факторов их незаконной передачи третьим лицам. Поддержка на колесах. Автоволонтеры Талтыкургана подключились к помощи медикам. При содействии активистов-автолюбителей участковые врачи успевают посетить около 150 пациентов, получающих лечение на дому. Евгения Присяжина расскажет подробнее. Из-за пандемии резко увеличилась нагрузка на медицинских работников. Количество вызовов на дом выросло в несколько раз. Корео-скорой помощи и служебных машин на всех не хватает. На помощь медперсоналу двух городских поликлиник пришли автоволонтеры движения «Лидер КИЗ». С их участием врачи успевают посетить пациентов за день. Паркинка. В связи с тем, что в поликлиниках сейчас большая загруженность, к нам, как к волонтерскому движению «Лидер КИЗ» обратились за помощью. Каждый вечер представители городской поликлиники и городской поликлиники номер два скидывают нам информацию по поступающим вызовам. И сколько машин требуется в определенное время подъехать, чтобы помочь нашим медикам доехать до пациентов. Следует отметить, около двухсот пациентов обеих городских поликлиник находятся на домашнем стационаре. Порядка у 130 из них выявлена пневмония. Здоровье 50 человек идет на поправку. Кроме того, около 500 пациентов с признаками ОРВИ также проходят лечение на дому. С ними врачи созваниваются, а при необходимости наносят визит. Мобильные бригады медиков на каждый вызов стараются реагировать экстренно. Это называется динамичное наблюдение. У нас создано 11 мобильных бригад. Каждый день мы приступаем к работе с 8 утра. Не отдыхаем ни минуты. Пациенты находятся под постоянным нашим наблюдением. К одному и тому же пациенту порой выезжаем по несколько раз. Да, врачей не хватает, но мы справляемся. В день бывает до 30 выездов. И с трудностью со спецтранспортом. Но благодаря поддержке автоволонтеров эта проблема сошла на нет. Огромное спасибо за своевременную помощь. Немаловажным фактором помощи врачам и их пациентам автоволонтеры движения «Лидер Киезет» считают обязательную санобработку своих авто, которую они проводят ежедневно. Медперсонал поликлиник, в свою очередь, обеспечивает своих добровольных помощников масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Только сообща, только вместе мы сможем преодолеть сложный период, отмечают волонтеры. Евгения Присяжная, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. Сегодня был задержан житель Алматы, занимавшийся реализацией аскорбиновой кислоты по цене 800 тенге за упаковку. В соответствии с приказом министра здравоохранения Казахстана, предельная цена препарата составляет 247 тенге за упаковку. В ходе мероприятия выяснилось, задержанный планировал незаконно реализовать 95 упаковок аскорбиновой кислоты на общую сумму 80 тысяч тенге. В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование. Полицейский имя Нурсултана задержан 33-летний, подозреваемый в совершении серии краж на территории города. Он просил у людей телефон для срочного звонка, а затем с ним убегал. Также на камеры видеонаблюдения попал момент, когда подозреваемый вытаскивал телефон из открытых автомобилей во время разгрузки товароводителями. В настоящее время задержанный во дворе НУВС проводится досудебное расследование и выясняется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. В получении взятки в размере полутора миллиона тенге подозревают начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции от Раусской области. Глава ведомства подозревается в получении взятки от руководителя товарищества, занимающегося выловом и реализацией рыб частиковых пород, а также за беспрепятствие на осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство. В настоящее время досудебное расследование окончено в ускоренном порядке и передано в суд. В интересах следствия дальнейшая информация не разглашается. Казахстанцев будут штрафовать за организацию ТОЭФ. Министр юстиции Марат Бекитаев во время брифинга с представителями СМИ рассказал, что грозит гражданам за проведение торжеств в период карантина. К нарушителям будет применяться наказание по 425-й статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на первый раз составит порядка 83 тысяч тенге. Возможно и применение уголовной ответственности. Если после проведенного мероприятия начнется массовое заражение, то любители пиржеств во время пандемии могут лишить свободы. Был определенный спор, какая административная ответственность применяется к нарушителям. Если весной применялась 476-я статья Кодекса об административных правонарушениях, то сейчас в основном применяется 425-я статья Кодекса об административных правонарушениях. Кодекса об административных правонарушения. Многие пытаются обосноваться в относительном близости от родных мест и своих затопленных жилищ. 15 тысяч человек бежали из сильно пострадавших районов. Национальный центр кибербезопасности Великобритании, а за ним соответствующие ведомства США и Канады, обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцины от COVID-19, используя хакерскую атаку. Кремль заявил, что не имеет к этим попыткам никакого отношения. Москва также заявила, что российская вакцина имеет шансы стать самой эффективной и необходимости красть Великобританию ноу-хау не было. Официальный Лондон также отметил, что сейчас уверен и в попытках России вмешаться в ход вне очередных всеобщих выборов, состоявшихся в Британии в конце прошлого года. Россия данные обвинения тоже отрицает. Мадридский Реал досрочно стал чемпионом Испании по футболу. В матче предпоследнего 37-го тура команда обыграла дома Вилья Реал со счетом 2-1. Благодаря дублю Карима Бензама стала недосягаемой для идущей второй Барселоны. За тур до конца Реал набрал 86 очков, в активе Барселоны 79. Каталонский клуб в параллельном матче проиграл Ассасуне со счетом 1-2. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин